По статистике, более 20 тысяч жителей Чувашии переболели ковид-19. Почти у 80% после болезни возникли осложнения. Лечить их должен только врач. На что надо обратить внимание в первую очередь в материале нашего корреспондента Ольги Семеновой. Как пахнет копченая колбаса и курица, знают все. Но большинство тех, кто переболел коронавирусом, не могут различить их на запах и вкус. Есть и такие, для кого эти продукты стали и вовсе неприятными. Долгое отсутствие обоняния, одышка, провалы памяти, слабость, проблемы со сном и эмоциональное истощение. Все эти признаки не сразу стали ассоциироваться с осложнениями после опасного вируса. Понимание пришло позже. Я не чувствовала запахов. Я перестала чувствовать запахи совсем. Теперь для меня мясо – это не мясо, творог, не творог. И вот от этих продуктов вкус такой испорченный. Мне не нравится. Стараюсь не есть. Относительно вкус. Вкус вернулся где-то наполовину. То есть он слабее намного, чем был. И, как у многих, я знаю, переболевших ковидом, вкус изменился. То есть некоторые продукты, мне кажется, совершенно иными. Мой любимый зефир, в состав которого входит пектин, это на основе белка. Я чувствую у него привкус очень несвежего, скажем, вежливого мяса. По прогнозам врачей, восстановление обоняния и других жизненно важных показателей может происходить очень долго, даже в течение нескольких лет. Вирус находит те тонкие и слабые места, которые есть у пациентов, на которые они, может быть, в повседневной жизни не обращали внимания, пока не перенесли коронавирусную инфекцию. Все это связано с нарушением поступления и доставки кислорода к органам и тканям. То есть происходит кислородное голодание, которое приводит к таким неприятным симптомам, последствиям. Для того, чтобы вернуть утраченное здоровье для переболевших ковидом, подготовили программу реабилитации. Александра Титова заразилась опасным вирусом в июле прошлого года. Кашель и слабость сопровождали женщину почти полгода. Неприятные ощущения в груди есть. Одышка. Она как-то сразу незаметна была. Мне... Я заметила уже, когда зима началась. В процедуру мне прописаны электрофорез, магнит, рефлексотерапия, то есть это иглоукалывание. Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, занятия с психотерапевтом. И очень нравится, конечно, всем здесь, вот не только мне, кислородный коктейль. Медики советуют больше быть на свежем воздухе. Активные динамичные прогулки помогут восстановить в организме нарушенный баланс. В республике работает проект «Экологические тропы здоровья». Профессиональные тренеры возвращают переболевших к привычной жизни. Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика.